Центр поддержки молодежных инициатив объявил начало регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец года». В нем могут принять участие лидеры, руководители и представители добровольческих, волонтерских и некоммерческих объединений в возрасте от 14 до 30 лет. Среди них и Александр Илливанов. Александр Илливанов волонтерством занимается с 12 лет. Сейчас 17-летний молодой человек студент аграрно-экономического техникума. Меня просто позвали друзья для мостовки, потихонечку тянулся в это. Как родители у тебя отнеслись к этому? Вполне хорошо. Ничего такого нету против. Поначалу там были, но сейчас-то уже гордятся. Сам лично около 20 человек привел в молодежный центр. Если считать даже по мероприятию Акадисан, который проводился на весенние лидера, я смог туда привезти около 40 человек. Экодесант Александр придумал сам. В преддверии празднования 70-летия Победы более 40 подростков убрали дворовые территории 9 ветеранов войны. Впереди у лидера организации много планов. Я участвовал в конкурсе «Лидер года». Я являюсь победителем в своей категории. Сейчас я буду участвовать в конкурсе «Добро лиц России-2015», в котором начался прием заявок с 15 августа. В Центре поддержки молодежных инициатив ждут таких же, как Саша, неравнодушных людей. В конкурсе могут принять участие жители Нинецкого автономного округа, лидеры и активисты волонтерских объединений в возрасте от 14 до 30 лет. В принципе, для участия в конкурсе необходимо представить заявку, сформировать пакет документов, презентовать свой проект, реализованный в направлении добровольства в 2015 году. Ну и, в принципе, направить в адрес молодежного центра. Подробность положения можно ознакомиться на сайте 3WMOLOT83. Победители регионального этапа «Доброволец года» будут участвовать во всероссийском конкурсе. Любовь Пермякова, Александр Дуркин, Телеканал «Север».